Радио НВ Година науки на Радио НВ Геннадий Мустафаев и Олена Чебак Только спокойно Деньги – это одна из важных составляющих в нашей жизни. Отношение к ним зависит от многих факторов – воспитания, окружения. Как выстраивать отношения с деньгами, стоит ли давать взаймы и как стать богаче – об этом будем говорить сегодня. Тема сегодняшней программы – психология денег. Я с радостью приветствую Геннадия Мустафаева, психотерапевт, кандидат психологических наук в нашей студии. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, слушатели. Геннадий, деньги – это не только источник свободы и широких возможностей. Порой это некий предмет раздора, но, тем не менее, без денег мы не можем. Я думаю, что практически каждый хочет больше и больше денег. Это плохо? Это неплохо. Я думаю, что хотеть большего – это неплохо, но главное… Знаете, есть такая хорошая фраза – без фанатизма. Когда деньги становятся смыслом жизни, когда деньги становятся целью, они могут формировать у нас зависимость. В принципе-то деньги, конечно, всё в этом мире в определённой степени зависит от денег. Мы зависим от денег. И очень много сегодня можно купить за деньги. Всё, кроме здоровья и любви. Задумались. Да, задумался. Да, ну в определённой степени можно здоровье покупать, в определённой степени. Любовь, наверное, сложно, но секс можно покупать за деньги. Но если человек считает, что секс – это любовь, то, конечно, может считать, что покупает любовь. И, конечно, власть денег очень сильна. И самое на сегодняшний день, мне кажется, главное, что за деньги даже можно купить людей. Есть люди, которые готовы за них продаться. И хотелось бы тоже сегодня про это поговорить. Мы непременно будем говорить и об этом, и о другом. Вы нам расскажете секреты, как можно разбогатеть. И кто не сможет этого никогда сделать? Вы знаете об этом? Я знаю всё, Лен. Я очень рада. Поэтому тема сегодня подходит для всех слушателей. Слушайте внимательно для того, чтобы не пропустить главного и к концу программы знать, как стать богаче. Да. Дорогие друзья, мне кажется, надо начать с того, что на самом деле деньги не представляют никакой ценности. Вот сами по себе как предметы. Бумажка. Это просто бумажка с добавлением хлопка. Иногда в них может быть металлическая ленточка вставлена. Краска. И всё. То есть ценности как таковой особой нет. В отличие от золотых монет, которые имеют вес золота, их можно как лом продать. Но часто деньги могут делать с нами удивительные вещи. Они формируют зависимость. И эта тема достаточно болезненная, потому что зависимость, она свойственна многим людям. И это вредная такая привычка. Впрочем, как и любые другие зависимости. Алкогольная, наркотическая, любовная зависимость. Они очень вредят нашей жизни. Когда вы говорите зависимость от денег, неужели это плохо, когда ты хочешь заработать больше для того, чтобы, а, например, отвезти своего любимого-любимую на отдых, б, купить родителям путёвку в санаторий, приобрести собственное жильё. Разве это плохо? Лен, это неплохо. Понимаете, когда деньги мне нужны для того, чтобы делать приятно другим, дарить эмоции, делиться деньгами, получать удовольствие. Самому от денег. Это неплохо. Наоборот, это очень здорово. Есть определённые законы, которые говорят, делись. Деньги должны оборачиваться. Они не должны лежать мёртвым грузом. Но иногда в силу предыдущего жизненного опыта потребность безопасности настолько мощна, что люди начинают страдать таким накопительством. Они накапливают такое количество денег, которое невозможно за 10 жизней потратить. И они ни с кем не делятся. Они никому ничего не дают. Максимум там одному-двум близким детям, жене, например. Это жадность. Это жадность. И мы поговорим про этот феномен в том числе. Поэтому, повторюсь, деньги – это всего лишь товар-посредник. Не более того. Это предметы, которые помогают нам безопасно обеспечивать нашу социальную жизнь. Для того, чтобы не было такой зависимости, нужно правильно выстраивать отношения с деньгами. С какого возраста нужно заниматься воспитанием, финансовым воспитанием детей и поэтапно выстраивать вот эту цепочку? Человек – деньги. Я думаю, как мне кажется, годам пяти, может быть, шести, когда ребенок начинает понимать смысл и ценность денег. Потому что, если мы трехлетнему ребенку дадим деньги, скорее всего, он не понимает, что это, зачем это. Его потребности удовлетворяются автоматически. То есть мама и папа покупают ему все, и ребенок не понимает, как это происходит. Но мы можем потихоньку, даже с раннего возраста, с двух лет, говорить, что есть деньги, и мы за них покупаем, денежки зарабатываются и так далее. Чтобы ребенок с самого раннего возраста, с двух, с трех лет, уже понимал, что есть такое явление в жизни, как деньги, что их надо уважать, что их надо любить, что к ним надо бережно относиться и так далее. Если же мы говорим про опыт, имение личных денег, когда я могу их откладывать, копить, собирать. Я думаю, что как только ребенок способен осознать ценность денег, надо прививать культуру и уважение к деньгам. Потому что, если ребенок не получит этого опыта, его отношение с деньгами будет безалаберное. Я всегда, когда я работаю с родителями и с детьми, вот в детско-родительских отношениях, я всегда говорю, что ребенку надо давать определенную сумму на определенный срок. Он может эти деньги потратить за один день, а может эти деньги растянуть на целую неделю, например. Если мы говорим про карманные деньги, стоит или не стоит давать карманные деньги ребенку? Однозначно стоит. Иначе как он научится культуре обращения с деньгами? Мы ему даем определенную сумму, в зависимости от достатка, и ребенок должен протянуть. То есть через неделю он получит следующую такую же сумму. И тогда он понимает, что если он их протратил, пошел с друзьями и прогулял за один день, он целую неделю остается без карманных денег. И в дальнейшем этот опыт и вот такая форма отношений, она будет понятна для человека. Как вы относитесь к такому явлению, как поощрение детей за какие-то поступки? Вот ты там, допустим, помыл посуду, я тебе дам 5 гривен. Или ты принес хорошие отметки, ты получишь 10? Понимаете, Лен, дорогие слушатели, у меня однозначного ответа нет. В идеале, конечно, чтобы ребенок помогал. Не зарабатывал, но помогал. Но в определенные моменты взросления человек может и зарабатывать. Скорее, знаете, это как культурально принято в семье. Договорились, что есть такие правила. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Я не вижу ничего плохого, что ребенок помоет посуду, когда мама скажет, сынок. Я просто устала, был тяжелый день. Помой, пожалуйста, посуду. И ребенок помоет. Я думаю, это здорово. Я думаю, что за определенные действия можно установить определенное материальное вознаграждение. Потому что если мы переведем все наши отношения с детьми в товарно-денежные отношения, я думаю, это не очень хорошая ситуация. Конечно, ребенку хочется заработать. И, конечно, он будет стараться это делать. И тогда любая просьба «помоги, поднеси, помой, протри» будет… Заплати. Заплати. И тогда это совсем не про близость. Это совсем про рыночные отношения. Вполне возможно, мы вырастим хорошего финансиста, но мы можем получить не очень хорошего человека, у которого все действия будут оцениваться определенным финансовым эквивалентом. Ну, то есть, мне кажется, это тоже перебор какой-то будет. Все это индивидуально, на личных примерах, но злоупотреблять с этим не стоит. Опять-таки, Лен, без фанатизма. То есть, можно поощрять финансового ребенка деньгами, тем более… Ну, например, вот старший ребенок должен ли сидеть с младшим? Мы же экономим на няне, а так бы пришла женщина и сидела бы с нашим младшим ребенком. А так мы говорим взрослому, старшему, вот хочешь заработать? Вот, пожалуйста, заработай. Почему бы нет? Это хороший пример, кстати, когда ты не злоупотребляешь родительским доверием, а ты действительно предоставляешь им услугу, рыночная услуга, услуги няне. Абсолютно. Но ведь бывают же ситуации, когда мы заставляем старших детей сидеть с младшими, говорим, ты-то это обязан делать. Да вот не обязан. Он тоже ребенок, и у него есть своя жизнь. А хотите помощь по ребенку, няню, ну, нанимайте и вперед. Ну, вот как-то так я это вижу. Случается в жизни, что люди в одной сфере выполняют одну и ту же работу, но кто-то вырывается вперед и зарабатывает больше, а другой человек намного меньше. И тогда возникает вопрос, почему у Васи вот такой достаток, а у меня намного меньше? Есть ли в этом какая-то взаимосвязь от психологии человека, и что влияет на такой разрыв? Безусловно. Ну, во-первых, мы разные по своей природе, и у нас разные отношения к деньгам. Ну, вот есть идея про то, что деньги – это зло. Деньги – это что-то… Я считаю, что деньги – это свобода. А я считаю, что деньги – это хорошо, вообще это здорово. Ну, здорово, когда они есть, здорово, когда они помогают нам дарить радость. Это возможность. Да, дарить радость себе и нашим близким, помогать тем, кто нуждается, например. Почему бы нет, и это прекрасно. Но я думаю, знаете, Лен, деньги – это такой маркер, который… Вот как алкоголь. Вот знаете, алкоголики же ведут себя отличительно от трезвых людей. Потому что алкоголь снимает контроль. Алкоголь как будто… Как лакмусовая бумага, он проявляет то, что скрыто и контролируется. Снимает маски. Снимает маски. Совершенно верно. Так вот, я думаю, что человек, которого немножко такое… Или множко, не знаю. Ну, гниловатое нутро, будучи бедным, он как-то будет не очень заметен. Но как только он станет богатым, его отношение к другим людям может кардинально измениться. Все, кто беднее его, он будет считать неуспешными, он будет считать недостойными. Ну, недолюдьми, потому что, видите ли, у меня очень много денег. Поэтому есть богатые люди, которые остаются людьми с большой буквы. И деньги просто проявляют наше внутреннее состояние. Я в этом абсолютно убежден. Я более вам того скажу, у меня есть личные примеры из жизни. Люди, которые достигают чего-то, они становятся успешными, они становятся независимыми, состоятельными. Они ни в коей мере, по крайней мере из моих многих друзей, не выставляют себя и не кичатся вот тем состоянием. А те, кто не имел ничего, в какой-то определенный момент у них произошел вот такой скачок, они пытаются на каждом шагу доказывать кому-то что-то и демонстрировать вот такую свою состоятельность. Вы знаете, вот эта демонстративность, я ее называю фетишем. Ну, то есть демонстрация своей такой мегауспешности, это же из какого-то внутреннего переживания себя недостаточно хорошим. Ну, то есть человек, который и так считает себя прекрасным, достойным любви, достойным уважения, ему не надо ничего делать для того, чтобы кому-то что-то доказать, для того, чтобы заслужить любовь. Его и так любят. А если я переживаю себя недостаточно, там, добавьте любое в свой стол, недостаточно сексуальным, недостаточно красивым, недостаточно успешным, мне надо всему миру показать, ребята, я успешен, я красив, у меня все есть. И тогда я буду покупать самую большую машину, самые дорогие часы, страусинную обувь, ну и так далее, и так далее. И я буду это все очень агрессивно демонстрировать. Это же такой крик, посмотрите. Обратите на меня внимание. Обратите на меня внимание, я достаточно хорош. Зачем человеку это делать? Только когда он внутренне переживает себя недостаточно. Неуверенный. Неуверенный. Нам пишут слушатели постоянные, и написал нам Дмитрий, прокомментируйте, пожалуйста, его сообщение. А я, когда пьяный, я становлюсь невероятным транжирой. Что это означает? Или означает вообще ничего? Нет, это означает, потому что все-таки алкоголь выпускает наших джинов наружу. Я думаю, что, я фантазирую, ну сложно, если бы был телефонный звонок, можно было бы про это поговорить. Я думаю, что наш слушатель в жизни достаточно экономный, контролирует свои расходы и держит все, вот эту сферу держит под контролем. Контроль снимается, желание тратить деньги, вопрос, как тратить, на себя, на алкоголь, делать подарки близким и родным. Ну вот тоже интересно, на что тратятся эти деньги, его щедрость, в какую сторону направляется, было бы здорово узнать. Но я думаю, что пока трезвый контролирует, ну пока трезвый прижимаю деньги, когда выпил, контроль снимается и хочется их тратить. Потребность тратить есть, но пока контролируемая. У нас есть потребность уйти на новости, но после короткого перерыва я хочу, чтобы вы нам рассказали о том, как можно стать богаче. Хорошо. Геннадий Мустафаев и Олена Чебак. Только спокойно. Психология денег – это тема сегодняшней программы. Эксперт номер один знает ответы на все вопросы. Геннадий Мустафаев и Олен Чебак в студии пишут нам. Пишут уже много, я задам эти вопросы непременно. Обязательно. Но я хочу спросить у наших слушателей. Возможно, им известны рецепты богатства и есть позитивный опыт. Пожалуйста, поделитесь им для того, чтобы другие могли взять его на вооружение. Для этого вам понадобится студийный вайбер 067-670-2057. Пишет нам слушатель Михаил, он просто опередил меня. Я также хотела задать этот вопрос. Стоит ли давать взаймы близким друзьям? Я дал однажды большую сумму денег. Вроде очень близкому другу. Он не вернул. Стал меня избегать. Теперь ни денег, ни друга. А с другой стороны, значит, такой друг был. Ну, да. Цена вопроса, знаете. Проверять друзей большими суммами денег – это, ну, такой для меня… Искушение. Да, такой спорный вариант. Я думаю, что не очень хороший. Давать или не давать деньги взаймы – это вопрос очень субъективный. Каждый решает для себя. Вообще очень правильно деньги не давать. Если давать, то есть целый ряд правил, которые я рекомендую соблюдать. Поделитесь им. Например, обязательно брать расписку. Не потому что вы плохой, злой и жадный человек. А потому что это будет дисциплинировать другого человека. Во-вторых, обязательно понимайте, что вы даете деньги, с которыми вы готовы расстаться навсегда. Это такой вот запас стратегический, который для вас не имеет значения или он просто в данный момент вам не нужен? Который для вас не особо имеет значения. То есть если у вас лежат деньги на операцию, но пока вам эти деньги не нужны, то такие деньги отдавать нельзя. Если же у вас просто лежат деньги, и они вам не нужны так особенно, у вас достаточно этих денег, а человек просит, не знаю, 100 долларов, 1000 долларов. Для вас эти деньги не супер какие-то большие деньжища, и вы готовы их потерять, вот эти деньги можно давать. И еще один мощнейший закон богатства, закон денег звучит так, что никогда не фиксируйтесь и не концентрируйтесь на долгах. Дал и забыл? Дал и забыл. А такой момент, если вы договорились на определенный срок, например, я должила вам некую сумму, и вы завтра должны мне отдать, а вы не звоните, не появляетесь, не даете о себе знать. Мне стоит вам напомнить, что помните, у вас там должок, или не надо этого делать? Я думаю, что, ну лично я не напоминаю, потому что я понимаю, что если у человека есть деньги, он их приносит. Соответственно, если я, ну если для меня это важная сумма, то я буду звонить и говорить, слушай, мне надо, верни, я на них рассчитываю. Но повторюсь, я одалживаю деньги и ставлю на них крест. Если мне их принесут, ну аллилуйя, не принесут, ну так тому и быть. У вас с собой не случайно 10 тысяч долларов в данный момент? Там в сумке лежат, после передачи, после программы поговорим. Вот, поэтому, ну, либо я расстаюсь и про это, извините, мои дорогие слушатели, за такой жаргон, я потом не парюсь про это. Потому что если я постоянно держу в голове этот долг и про него помню, и он как черная дыра начинает, как незавершенный гештальт, начинает забирать мою энергию. Но в данном случае, видите, наш слушатель Михаил, он потерял друга, потерял деньги и потерял друга. Ну, значит, такой друг, правильно, ну правильно пишет Михаил, значит, такой друг. Потому что настоящие друзья, они поступают следующим образом, они не исчезают из контакта, они возвращаются, они говорят о своих сложностях, либо они где-то перезанимают и отдают, либо просят продлить срок, ну, они остаются. И это по-честному. А исчезнуть, это, ну, детский сад. Можно так сказать, детский сад. Сергей, вот комментируя этот вопрос, пишет о том, что по моим наблюдениям, чужие люди отдают деньги намного быстрее, чем родственники или близкие друзья. Хорошая фраза про то, что родственники. Вообще с родственниками это отдельная история. И если позволите, а потом там будут законы, у меня я подготовил законы, по которым деньги, так, можно сказать, размножаются. То один из законов, Киосаки о нем говорил, что 10% надо откладывать на благотворительность. И это не обязательно там церковь, инвалиды, онкобольные и так далее. Даже если вы помогаете своим близким родственникам, 10% от вашей прибыли, это тоже, ну, очень хорошо. Поэтому родственников надо поддерживать. Запомнили это. И секретами делятся наши слушатели. Дмитрий пишет, секрет богатства это отдаться делу вслепую, как ребенок, не советоваться. Абсолютно согласен. Вообще для меня, Лен, знаете, психология богатства это психология победителя. Психология лидера, психология сильного человека, который знает, как зарабатывать много денег. Он знает, как решать ту или иную проблему и отложить, выстроить приоритеты и двинуться вперед. Безусловно, важно говорить о том, что это риск. Вот у нас, знаете, у нас же существует внутренний конфликт. Часть нашей психики говорит, нам нужно двигаться вперед и нам нужно меняться. Вторая половина нашей психики говорит, у нас есть потребность меняться. А вторая половина говорит, не надо меняться. Стой, стой, куда ты? Стой, стой, стой. Да, стабильно, все хорошо. У нас есть потребность в стабильности. И вот этот внутренний конфликт, он, вот это противоречие часто может куда-то в какую-то сторону переваливать. Нельзя застаиваться на одном месте, надо двигаться вперед. Почему одни богатеют, а другим это не удается? А вот потому что люди одни готовы рисковать, двигаться вперед, сильные личности. Это человек готов к борьбе за лучшую жизнь. А кто-то, переживая страх рискнуть, переживая потерять стабильность, готов держаться за три копейки, зато стабильные три копейки. А вдруг и трех копеек не будет. Так вот тот, кто готов куда-то двинуться вперед, тот скорее будет успешен. Почему мы говорим про бизнесмена, мы говорим предприниматели? Потому что они что-то предпринимают. А если человек лежит на диване и ждет, когда на него вдруг упадет что-то там с неба, это скорее ленивый и не предприниматель. Поэтому успешные люди, они ничего не ждут. Они не ждут, когда им кто-то что-то даст. К сожалению, при определенных исторических временах мы ждали, что государство нам все даст. Даст зарплату, даст стабильность, даст путевку, даст грамоту, пенсию, медаль, тринадцатую зарплату нам даст, паек с синей курицей и еще чего-то там. Нам что-то давали. И мы привыкли, что нам кто-то придет большой такой и что-то даст. На самом деле это рабский менталитет, рабская философия. Важно научиться брать самому, не за счет кого-то. И когда я говорю, друзья мои, когда я говорю, брать, это не значит, что я пойду и украду. Это значит, что я возьму и заработаю. Заработаю честным путем. И если говорить про наш менталитет, то часто наши сложности появляются в том месте, когда в детстве нам рассказывали, что деньги это зло, что богатые люди это не честные люди, богатство это плохо. Всегда вспомните, в старые времена капиталисты, предприниматели, они рисовались такими толстыми, там забирающие последнюю корочку хлеба у рабочих людей. Я думаю, времена изменились. И на сегодняшний день очень много людей зарабатывают хорошие деньги, большие деньги своим умом, своим талантом, своим трудолюбием, своими способностями, работоспособностью самой. Конечно, можно лежать на диване с утра до вечера пить пиво и обвинять весь мир в том, что он несправедлив. Но на самом деле, дорогие мои друзья, очень многое зависит от нас. Услышали вас и отвечают нам наши слушатели, делятся своими историями и своими рецептами. Написала нам слушательница, к сожалению, не подписалась. Судьба все возвращает, и деньги каждому в том числе. Безусловно, это один из законов Вселенной. Чем больше мы отдаем, тем больше нам возвращается. Еще один слушатель пишет, Игорь его зовут, гроши позичаешь на соответствующий период, а отдаешь на завжди, Игорь. Да, еще есть такое прислевие про то, что мы позичаем и витрачаем чужие гроши, а отдаем свои. Поэтому вопрос, я бы хотел немного позже поговорить про это, но вопрос, позичать, это великое вопрос. Каждый решит для себя. Лучше этого не делать и не позичать ни в кого. Потому что если мы берем кредит или берем какие-то на себя борьбы, ответственность, они могут поскладывать наше жизнь. Вот здесь интересный вопрос. Если ты берешь деньги взаймы, значит, либо же ты недостаточно зарабатываешь, либо же не умеешь управлять своими средствами. Ты живешь не по средствам. Да. Как научиться управлять так, чтобы ты не занимал и не брал кредит? Я лично кредиты страшно не люблю. Я в своей жизни один раз брала его в банке, и я хотела как можно быстрее его закрыть. Для меня это был такой, знаете, домоколов меч, который висел над моей головой, и я ждала день, когда я все, разорвала контракт, и я свободна. Да. Хороший, Лен, вопрос. Знаете, вот нет у меня однозначного ответа на этот вопрос, потому что весь мир живет в кредит. В развитых капиталистических странах дома, квартиры молодые люди берут, потом десятилетиями спокойно, не торопясь никуда, они пользуются этими домами, живут счастливо и хорошо, и потихонечку отдают. Это возможно в ситуации стабильной экономической... В государстве, когда небольшой процент это выгодно, когда большой нет. Да, когда в нашей стране, в чем сложность, вот мы с вами прошлую передачу говорили о том, что желательно детям жить отдельно, но на сегодняшний день купить квартиру может не каждый человек, особенно молодые люди, которых еще нет карьеры, нет финансовой стабильности и охочется. Тогда они вынуждены брать кредиты. Кредиты в нашей стране, мягко говоря, ну такие варварские, кусаются, мягко говоря. Поэтому часто либо их невозможно взять, либо с ними очень тяжело рассчитываться. И тогда, конечно, мы говорим про нашу культуру. В идеале покупать и тратить денег столько, сколько у тебя есть. Если ты тратишь деньги хотя бы на копейку больше, чем у тебя есть, это неблагоразумно. Не нужно тогда брать кредиты, а исходить из своих ямедов в Украине. Вот если у меня есть деньги на запорожец, то вот надо покупать запорожец, а не покупать мерседес, а потом не знать, что с ним делать. Как его обслуживать, как покупать бензин и так далее. Жить по средствам. Но ведь хочется чего-то больше. Ты начинаешь мечтать, что нужно сделать для того, чтобы вот это большее было у тебя в кармане, а не так какое-то эфемерное, неизвестное. Для того, чтобы было ездить на более дорогой машине, надо начать зарабатывать больше. И управление деньгами, давайте немножко поговорим вообще про как управлять деньгами, которые у нас есть. И есть очень хорошие законы, которые помогают нам с этим справляться. Например, закон денежного притяжения. Если мы любим деньги, если мы о них заботимся, то деньги будут нам подтягиваться сами, сами собой. Это закон вселенной. Все наши помыслы должны быть направлены не на то, чтобы я разбогател, а на выполнение или на удовлетворение какой-то определенной цели. Вот у меня есть цель делать здорово, лучше всех свою работу. И я ее делаю. Деньги появляются сами по себе. Я не думаю каждую минуту о деньгах. Когда я работаю с моими клиентами, я не думаю о деньгах. Я в контакте с моими клиентами. Мне важно, чтобы... Вы отдаетесь. Я отдаюсь. И деньги вот откуда ни возьмись, то, что называется. Поэтому если бы я сидел, смотрел в глаза моим клиентам и думал, так, сейчас он мне даст деньги, и я пойду их быстро тратить, это бы уничтожало все полностью. Поэтому деньги – это хорошо, но цели важнее. Дальше. Ну, надо думать как богатый человек, потому что если мы... А, например, как? Ну, например, если я хочу больше чего-то иметь, то я думаю, например, надо экономить, надо пойти в магазин не покупать хорошие продукты, а покупать только на распродажах. Искать купоны, жетоны и так далее. Это философия нищеты. Если я хочу что-то иметь, значит, мне надо искать пути, инвестировать энергию, ресурс, чтобы больше зарабатывать. Мы сейчас энергично уходим на короткую паузу. После свежих новостей мы продолжим наш разговор. Психология денег – это тема сегодняшней программы. Мы продолжаем нашу беседу. Я хочу прочесть несколько сообщений, которые приходят на Viber 067-670-2057. Александр, это по поводу кредитов. Кредит – это платный урок для тех, кто не умеет откладывать. Да, совершенно верно, согласен абсолютно. Еще нам написал Руслан. Дал в долг машину другу, угробил, поломал, пришел, срок отдавать. Сказал, что я знал, что она под ним поломается, не отдал. Я забыл как о машине, так и о друге. Вот такой урок жизненный. И некоторые слушатели сомневаются в том, что можно разбогатеть честным путем. Виктор пишет нам. Вы, взрослые люди, верите, что большие деньги можно заработать, их можно только украсть или, в крайнем случае, посодействовать воровству. Нет, я не согласен. Я убежден, среди моих клиентов огромнейшее количество богатых людей, практически все мои клиенты – богатые люди. Они, честно, я не готов про всех говорить, но я знаю, что многие работают, просто круглосуточно работают. Они много учатся, они очень много читают, они очень много рискуют в том числе. Они энергичны. Я категорически не согласен, что деньги зарабатываются только воровством. Это есть. Я не с Луны свалился. Я знаю, что существует в нашей стране и коррупция, и воровство, и пилят бюджет. Все это есть. Но давайте делить мир не только на белое и черное. Не будем огульно говорить. И вешать ярлыки таким образом. Что все люди, у которых есть деньги, все ворюги и так далее. Нет, категорически не согласен. Я хочу у вас также спросить в продолжение нашей темы, мы говорили до ухода на паузу, об умении управлять деньгами. Как нам управлять ими так, чтобы их не становилось меньше, а наоборот, они приумножались? Да, Лен. Знаете, вот как-то сейчас я за этот вопрос зацепился, и у меня такая мысль родилась, что деньги-то, по-честному, не самое главное. Деньги не делают человека счастливыми. Вот знаете, у меня часто приходят клиенты, которые говорят, вот была цель заработать первый миллион. Вот заработал миллион. А дальше что? Заработал второй миллион. А счастья нет. Вот еда пластмассовая, мир серый. Счастье не приносят деньги. И богатые, богатейшие люди сидят в депрессиях, сидят несчастные и страдают, несмотря на то, что они могут купить всё в этом мире. Но поэтому, дорогие друзья, не бойтесь быть богатыми, не бойтесь быть бедными. Мне кажется, что ключевое – это внутреннее ощущение счастья. А деньги имеют свои законы. И сейчас давайте постараемся очень быстро про это поговорить. Их много? Потому что если человек не может удержать деньги, то они у него, сколько бы ему ни дали, они у него быстро растворятся. Есть даже исследования о том, как складывается судьба людей, которые выиграли миллионы в лотерею. Но они же легко их заработали, легко потратили. Абсолютно. Очень много исследований про то, что эти люди плохо заканчивают. Там буквально небольшой процент остаются богатыми. Либо деньги протрачиваются, либо они теряются, либо люди кончают жизнь самоубийством, и ничего хорошего не происходит. Человек, философия, менталитет человека, случайно выигравший деньги, остается нищенский. Богатый человек, мышление, философия богатого человека, этот человек может потерять все. Но он думает, как богатый. Он мыслит, как богатый. Он ведет себя, как богатый. И когда потерял, думает о том, что сделать для того, чтобы снова заработать. Совершенно верно. И наше богатство, это не количество денег. Это наш внутренний опыт, ресурс, наши инвестиции в наши знания. Знаете, есть такая фраза. Богатый тот, у кого много книг, а не тот, у кого самый большой телевизор дома. Поэтому, дорогие мои друзья, больше читайте, больше познавайте, инвестируйте в себя. И, извините за выражение, будет вам счастье. Это закон от Геннадия Муслухаева. Совершенно верно. Вот. Следующий закон, что Вселенная не позволит вам жить за счет другого. Нечестно заработанные деньги рано или поздно исчезнут. Деньги как появляются, так и исчезают. Денег у вас на сегодняшний день ровно столько, сколько вам нужно. Вот ровно ни больше, ни меньше. Это закон Вселенной. Но завтра мне может понадобиться больше? Значит, будет больше. Но вы для этого будете что-то делать, Лена. Да, совершенно верно. Я не буду ждать, пока они уходят. Вкладывать какой-то свой ресурс. И так далее. Вот. Деньги притягиваются у счастливого человека. У несчастных, страдающих вечно, жалующихся. Скорее всего, денег не будет. Очень важно, Лена, закон тратить на себя. Если вы выбрасываете деньги на кого-то, тратите на других, то у вас их будет в два раза меньше. Если вы потратили что-то на себя, у вас будет в два раза больше денег. А вот здесь я не совсем разобралась. Не жалейте делать приятное самому себе. Не экономьте на себе. Если моя клиентка говорит, да, я хочу к вам, но и деньги у меня есть, но мне жалко на себя тратить. Я себе не покупаю вещи, я себе покупаю не очень качественную еду. Ну вот я про это. Тратьте на себя, не жалейте на себя. Но вот здесь нужно знать какую-то грань, потому что можно разойтись, особенно женщинами. И ух, понеслась душа в рай, как пойдешь на шопинг, и остановиться невозможно. Ну, безусловно, без фанатизма, Лена. Какой-то у нас лозунг сегодняшней передачи без фанатизма. Вот. Деньги не любят захламленности. Захламленности в голове, захламленности в квартире, захламленности в работе. Деньги любят порядок. Деньги любят, чтобы к ним уважительно относились. Подтверждает ваши слова наш слушатель Василий, который пишет, гроши и богатство не в кишени, а в нашей голове. Абсолютно согласен. И еще спрашивает наш постоянный слушатель Евгений, а можно ли давать в долг под проценты? Существуют ли какие-то законы в этом вопросе? По Божьему закону это расточительство, и это смертный грех. Ну, вообще нельзя. Но банки это делают. Вопрос, мне кажется, вопрос в следующем. Что если я одолжил деньги под процент, и мне человек не возвращает, и я не требую с него ни деньги, ни проценты, это одно дело. А если я нанимаю коллекторов, чтобы они выбивали битами из этого человека деньги, то мне кажется, вот это грех. И это делать нельзя. Советуют слушатели, не подписался, к сожалению, не знаю, кто это, мужчина, женщина, но тем не менее, хороший, дельный совет. Инвестируйте в себя. Абсолютно. Ну вот, ну не то, что двумя руками. Если бы у меня было три руки, я бы тремя проголосовал. Тогда я подниму свои. Да, да, давайте вместе. Инвестируйте в себя. Это то, ну вот знаете, когда-то я помню, в детстве было золотое правило, о котором мне много говорили. Знания за спиной не носить. Они делают нас богатыми. И если деньги пропадут, то я завтра остаюсь грамотным, умным и способным заработать эти деньги. Вы знаете, здесь еще такой очень хороший жизненный пример. Вот недавно мы разговаривали с коллегами. И говоришь, вот я вот там на той работе вот это узнала, оно мне совершенно не нужно. Зачем мне эти знания? Зачем я забила себе голову? И в какой-то момент те знания, которыми ты не пользовался определенный период времени, они тебе как находка. И ты думаешь, вот, вот наконец-то. Ты взял с полочки, вынь и пользуйся. И эти знания в нужный момент они тебе приносят пользу. Как вы вообще думаете, можем ли мы, правильно ли думать, что есть лишние знания, которые нам не нужны, потому что они забирают объем памяти. Лучше думать и помнить только о тех знаниях, которые нам нужны. Сейчас я сформулирую вопрос. Верите ли вы в то, что объем нашей памяти ограничен? Нет, мне кажется, что и нужно тренировать. Это мое личное наблюдение. Я помню, когда я еще была в школьном возрасте, я могла запомнить такой объем информации, потому что мы постоянно, каждый день учили что-то новое. Сейчас я, конечно же, я читаю, я для себя узнаю что-то новое, но уже не те возможности. Но нужно тренировать память. Чем больше я занимаюсь вот таким вот саморазвитием, тем больше я запоминаю. Безусловно, память надо тренировать и делать это постоянно. Свой мозг надо тренировать и делать это постоянно. Мышление и другие психические, внимание, способность сосредоточить, внимание к мелочам, это делает нас успешными и богатыми. Поэтому способность анализировать свои действия, просчитывать, делает нас успешными и богатыми. Поэтому объем памяти человека безграничен. Мы можем помнить огромнейшее количество информации. Поэтому не бойтесь, что какая-то информация может быть вам не нужна. Есть информация, которая нам не нужна, и мы про нее говорим. Меньше знаешь, лучше спишь. Например, какие-то цифры? Нет, например, это про отношения, и там может быть совсем другая история. Еще законы существуют? Существуют. Также очень много существует законов про то, что нельзя быть расточительным. Деньги, условно говоря, народные приметы. Деньги нужно любить. Деньги надо уважать. Ни в коем случае не считать, что деньги – это зло. Есть такие люди, их называют денюжколюбы. У них в кошельке всегда порядочек. Денежки разложены, купюрочка, купюре. Потому что часто я могу видеть, когда человек деньги в кулаке скомкает и рассчитывается какими-то круглыми шариками непонятной стоимости, эквивалента. достал из кармана. Достал из кармана и там прямо вот как шарик скомканный. И продавщица раскладывает, разминает и разглаживает эти деньги. Вот это показатель того, что человек не любит деньги, он их не уважает, он неуважительно относится к деньгам. Я считаю, что народная примета права в том, что деньги должны быть крупные отдельно, мелкие отдельно, металлические отдельно. разная энергия. Негативные и отрицательные высказывания по поводу денег тоже влияют на... Это же наше мышление, это же наша энергия. Поэтому важно, ну, никогда не говорите фразы, я из бедной семьи, или там, у меня никогда нет денег, нельзя говорить такие фразы. Важно говорить, что даже если у вас нет денег, то вы говорите фразу, например, деньги уже по дороге ко мне идут, или там, например, уже деньги стучатся в мою дверь, пока, пока, вот минута на минуту уже вот они на подходе. Измените свои установки. Я люблю деньги, они легко попадают в мою жизнь. Я легко зарабатываю и легко трачу. Я всегда могу заработать столько, сколько мне нужно. Повторяйте эти слова, верьте в них, это такие аффирмации, которые помогут вам перестроить ваше мышление. Жадность и экономия, мы уже с вами говорили, деньги надо отдавать легко. Знаете, есть такой эффект, когда человек что-то покупает, а потом начинает себя казнить за то, что он потратил на себя деньги и сожалеть об этом. Никогда нельзя этого делать. Расставайтесь с деньгами с удовольствием. Чем больше отдадите, тем больше придет. А закон увеличения и роста наших потребностей, как он работает в взаимоотношении нашей деньги? Тут важно научиться быть счастливым с тем количеством денег, которое есть. Мы не говорим, что не мечтайте, мы не говорим, что не стремитесь, мы не говорим остановитесь и довольствуйся тем, что у вас есть. Нет. Растите, достигайте, все хорошо. Кайфовать в том состоянии, которое ты достиг. Кайфуйте с тем количеством денег, которые у вас есть. Потому что чем больше становится у нас денег, тем больше у нас растут потребности. И тогда мы можем это нормально, но если мы попадаем в эту ловушку, мы становимся пожизненно несчастными. Потому что всегда у кого-то есть больше денег, всегда у кого-то есть круче машина, всегда у кого-то есть больше яхта и так далее, и так далее. Если мы включаемся в эту конкурентную погоню, это путь в никуда. У нас остается несколько минут. Хочу спросить у вас. Геннадий Мустафаев верит в приметы, которые связаны с деньгами? А их на самом деле много. Я лично одну знаю. Не буду говорить. Я верю, я верю, Лен, верю. Какие? Я считаю, что деньги, примета такая, что деньги приходят в семью к людям счастливым. Я верю, что если есть четкие и ясные цели, то будет успех. я верю в то, что страх остаться без денег часто играет с нами злую шутку. Не надо бояться остаться без денег. Я думаю, что всегда будут деньги. Мы не сможем, то есть мы обречены на успех. Важно стремиться вперед. Нельзя экономить на себе. Очень важно четко раскладывать деньги на определенные так называемые карманы для бизнеса, для одежды, для питания, быть культурным в отношениях с деньгами. Я обязательно верю, что если я выхожу из парадного и смотрю, что мою машину обгадили птицы, я убежден, что это к деньгам. Я люблю эту примету. Я люблю эту примету. Я вообще... Знаете, Лена, я очень люблю забобоны. Любой. Просто у меня есть моя личная собственная философия. черный кот, оторвалась пуговица. Какие еще там у нас есть? Но черный кот для меня это удача. Лен, для меня любой забобон это к деньгам. Вот я увидел, прошел черный кот, я себе говорю, боже, как здорово, это к деньгам. Я увижу что-то, то, что люди считают, что им не повезло, а я говорю, к деньгам. И поэтому все хорошо. Я хочу, чтобы вы напоследок коротко, традиционно, цитату от Геннадия Мустафаева, и мы вынуждены завершать. Да, спасибо. Цитата Генри Форда, она мне очень понравилась. Если деньги, ваша надежда на независимость, вы никогда не станете независимым. Единственная настоящая гарантия, которую человек может получить в этом мире, это запас его знаний, опыта и возможностей. Читайте, любите, будьте счастливы, а деньги подтянутся. Геннадий Мустафаев, Елена Чувак. Услышимся. Всем доброй ночи, друзья. Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова